напишите пожалуйста откуда вы и как меня слышно давайте проверим географию присутствие сегодня это зонска пишут иван добрый вечер нижний над город хабаровск уфа рыбинск таганрог иркутск ростовская область универсия саратов орск один сорок и иркутская башкортостан гаун тверская кастомармская и бресси и екатеринбург ставрополь равенки саранск башкортостан воронежская область нижегородская крылья феодосия саратовская область кемерово нефтекамск москва ивановская область иван тоже здравствуйте нефтекамск сахалин брянск томск междуреченск кбр тульская область брянская область консеновск на муре чувашия железногорск новомосковска краснодар так привет из астрахани пермский край шелихов кемеровская область калуга сибай петербург учил учебу башкортостан владимирская область находка еще раз добрый вечер уважаемые коллеги как раз все собрались итак давайте с вами посмотрим на активизацию творческих способностей учащихся на уроках английского языка собственно говоря как активизировать как развивать и когда их развивать и для начала хотелось бы обратиться собственно говоря к вам скажите пожалуйста как вы развиваете творческие способности у ваших учащихся и тут же сразу же пойдет второй вопрос какие задания на ваш взгляд активизируют творческие способности проекты проекты поэтические конкурса конечно же театр проекты поэтические проекты поэтические в конце месяца да конечно дебаты да векторины сказки да разговор конечно же так красноярск тоже с нами инсценирование диалогов презентации да поделки к праздникам конечно круглый стол да тоже ну как дебаты возможно как дискуссии конференции олимпиады конкурсы сам собой инсценировки вот так проекты литературный перевод угу творческие задания драматизация эссе песни сказки фестивали ролевые игры детско-научное сообщество да стиль розеты кукольный театр на английском а это не будет творческим заданием если не представляем то возможно ролевые игры конечно же мы сегодня с вами поговорим невровидение с вашей лёгкой руки а вы провели эксамисури напишите пожалуйста если я прочитаю да невровидение тоже будет творческим конкурсом олимпиады чемпионаты дистанционные конкурсы да ага хорошо в общем то практически все а и понял провели так о как 23 апреля городской тур даже так очень приятно да английский театр конкурс сетцов и так далее и так это мы с вами посмотрели давайте посмотрим а в каком возрасте на ваш взгляд проще развивать творческие способности у учащихся в началке в начальной школе в любом ага младшим пятый четвертый пятый в любом любой с начальных классов у малышей так начальная школа так во всех среднее звено в любом главное правильно мотивировать в близком глазах да вот я абсолютно согласен начальная средняя младшая средняя легче в началке действительно то что легче в началке и в дошколке это я согласен абсолютно в любом возрасте на самом деле можно развивать в любом возрасте творческие способности но более к этому намного проще у младших дошкольников и младших школьников то есть в начальной школе дальше это чуть сложнее потому что появляются стереотипы и другие факторы мешающие развивать творческое мышление и активизировать его тем более давайте посмотрим что на определение да и тут не разлучно и так определение коррективности вот это творческие способности индивидов характеризующихся готовностью к применению созданию принципиально новых идей отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одновленности в качестве независимого фактора а также способность решать проблемы возникающие внутри статичных проблем так вот у нас как раз и пока мы с вами общались еще коллеги это хорошо согласно американскому психологу это творческое направление врожденное свойственно всем материально большинство под воздействием сложившейся системы воспитания образования социальной практики собственно говоря творческие способности они врождены но развивать их активизировать уже можно именно в системе воспитания какими характеристиками обладает творческое мышление это вот из опыта психологов быстрота способность высказывать максимальное количество идей в данном случае важно высказанных идей поскольку идеи могут показаться на первый взгляд не совсем верными но через эту идею можно либо ее отточить либо посредством этой идеи придет какая-то еще больше лучше идея и чем меньше стереотипов тем больше таких идей будет высказано чем быстрее возможно их высказать тем более лучше развито творческое мышление гибкость способность высказывать широкое многообразие идей то есть опять-таки когда идеи идут не в одном ключе а подходы различные к решению той или иной проблемы либо способы решения оригинальность это способность поражать новые нестандартные идеи это может проявляться в ответах решениях не совпадающих с общепринятыми это тоже важно поскольку оригинальность как раз тут заключается в том что чтобы это были нестандартные решения нестандартные идеи не то что это уже давно всем известно и либо какие-то минимальные изменения в этой бизнесе то есть это должно быть абсолютно что-то новое тогда будет соблюдена оригинальность законченность способность совершенствовать свой продукт или придавать ему законченным видом о чем о чем здесь идет речь когда вы выбрали какую-то идею и ее нужно довести до ума и закончить свою идею пишет привет из жильздры это видимо из коровской области так активизирует творческих способностей опирается на развитие творческого мышления особенно таких компонентов как давайте посмотрим какие компоненты очень важны аналитические компоненты соответственно понятие логическое мышление логичность подвижность избирательность ассоциативность сообразительность способность дифференцировать и так далее чтобы мы умели анализировать аналитические вот эти компоненты будут развивать творческие способности эмоциональные компоненты чувственное образное мышление яркость образов эмоциональная оценка событий например когда мы с вами читаем книгу и представляем собственно говоря что входит туда да что точнее в этой книге происходит у нас идут яркие образы у нас вырисовывается картинка это и будет эмоциональными компонентами создательные компоненты поиска рациональных путей решений на стандартность проявление индивидуальности оригинальности преодоление стереотипов умение предвидеть результат стремление синтезировать лучшие знания умения в деятельности выбранные более приемлемые решения из-за возможных вариантов умение обосновать правильность выбора да то есть чтобы могли что-то наверное показать найти какой-то рациональный путь решения на стандартность какие же условия помогают создать собственно говоря атмосферу для развития творческого умышления наличие психологического микроклимата в классе доверительные отношения систематическое использование заданий на развитие творческих способностей процесс формирования творческих способностей непосредственно связан с учебно-познавательной практической деятельностью чтобы все время было удобная комфортная атмосфера чтобы задания на развитие творческого мышления были системы а не каким-то редким праздником чтобы это имело какие-то практические выходы конечно в классе и в одиннадцатом тоже явно поделку не предложишь использовать системы личностно социальных значимых учебно-творческих заданий на разные уровни сложности соответственно чтобы задания имели достаточную сложность подходящих к этому возрасту конкретному ребенку чтобы это соответственно было интересно но выполнимо какие еще условия можно выделить формирование развития положительных качеств личности творческий потенциал эмоциональная отзывчивость художественный вкус трудолюбие уважение к себе окружающим отказ от формальных методов работы переход на работу в сотрудничество я вам покажу в конце нашего сегодняшнего предмет видео видеоролика художество очень хорошо создан и гармонично применяется Использование, конечно же, в неклассной работе, поскольку в неклассной деятельности развивает очень много различных навыков, и в данном случае будет и развитие творческого мышления тоже. Какие основопроводающие принципы работы для активизации творческих способностей можно выделить? Внимательно и чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности детей. То есть, уметь это воспринять, у меня, допустим, была ученица, которая, ей очень нравилась самая группа, а эта группа пела такие всякие вещи, которые не совсем удобны в школе, то есть, такой тяжелый. Тяжелый. Рассказать классу, я в какой-то момент сказал, что она может подготовиться рассказать, но чтобы показала, что цензура присутствовала. Она рассказала, показала, и после этого очень хорошо стала заниматься, поскольку появился интересным мотивациям. Развитие умения и видеть потенциальные творческие способности в каждом из учеников. Практически каждый ученик готов что-то творить, способен творить и как-то проявлять свое творчество. Главное, чтобы эти творческие способности, чтобы именно это какое-то направление вызывало интерес. Тогда они будут точно развиты. Педагоги должны иметь вид творческие проявления учеников не только во время классных. Давайте вспомним пример парагена Рефурга, который в какой-то момент придумал комбейер и ушел от манифактуры. В принципе, творческое проявление его в тот момент и составлялось, его творческих способностей. Может быть, ну хотя бы самым банальным примером, на субботнике ваши ученики придумают, как систематизировать уборку или систему, чтобы скорее пройти дальше гулять и выполнить качественную работу. Почему бы не дать им такую возможность? Развитие умения в виде потенциальных творческих способностей в каждом из учеников. То есть, ожидать ему, собственно говоря, дать им возможность творчески развиваться. Очень интересный комментарий, не могу не прочитать. Ну вот, обучаемся, так сказать. На самом деле, тоже очень интересная вещь. В детстве у меня старший брат слушал музыку. И, собственно говоря, эту музыку очень хорошо запомнил. Потом, лет через 10-12, очень активно слушал. И даже с удивлением понял, что я уже знаю все слова. Вот, пишут. Я тоже слушаю с ребенком 14 лет. Но это уже не ребенок, это уже взрослый человек. Итак, педагоги должны иметь вид творческих проявлений учеников так. Хорошо. Формально достаточно высокая самооценка учащихся, которая стимулировала бы их к деятельности. Для этого оценка творческих достижений учеников не должна отдаваться с некоторых общих позиций. Учеников существенно, чтобы педагог подлодавил почву для достижения успеха. Для позитивного самосознания учеников оценка при этом должна быть предельно объективной. И включать цель будущего обучения. То есть, дать возможность проявиться в творческие каждому учащемуся. И оценить его так, чтобы потом ему, собственно говоря, было интересно дальше заниматься. Испытание педагога в своей креативности. То есть, это относится к нам самим, как к преподавателю. Педагог сам должен постоянно преодолевать в себе силу инерции. Шаблоны, формальности, преподавания. Он должен стремиться. Объекты его деятельности. То есть, учеников на поиск новых форм, новых путей к развитию творческих потенциалов детей. Эта задача стоит перед педагогом в одном ряду задачи выработки учеников определенных знаний и мнений. Чтобы развить творческие способности, педагог сам должен быть творческим. То есть, соответственно, сами мы понимаем, что бывают такие периоды, когда очень сложно и нет времени готовиться к урокам. И, собственно говоря, нужно стремиться к тому, чтобы мы их проводили не по инерции, не по шаблону, не формально, а подходили с творческим подходом, какие-то изюминки, чтобы в уроке были. Так, вот, чей-то сын страдает. Он может взять книгу или посмотреть, в конце концов, телевизор. Итак, давайте посмотрим, что еще нужно. Какие формы для работы, для активизации творческих умений существуют. Задания, направленные на развитие ассоциативного ряда, например, Spider-Glam. Использование песен и стихов. В курсе happynews.ru это один из столпов, на котором построен уменька. Домашнее задание творческого характера. Опять-таки, когда домашнее задание включает в себя какие-то творческие элементы или вообще направленные активизации творческих способностей. Поскольку дом учащийся, в принципе, не очень-то любит делать домашнюю работу, а когда ему творится... Применение компьютерных программ. Да, компьютерные программы могут применяться к видео-КП, обучающих компьютерных программ, к учебникам. Либо это может быть интернет, допустим, создание какого-то интернет-сайта. Да, вот MindMaps, это ассоциативный ряд, тоже будет очень хорошо развивать. Защита рефератов и проектов. Тоже, может быть, вот на эту тему пишут, провели видеоконференцию в выпускном 11 классе. Пожалуйста, да, можно на видеоконференции, это будет компьютерные технологии, рефераты и проекты провести, вот, защиту рефератов и проектов. Диалог игры... ...прием, который можно использовать для развития творческих способностей, особенно на средней и старшей ступени обучения. Работа с текстом, диалогом и монологом построена необычным способом, да, то есть каким-то интересным подходом. Вот, как проверенный вариант, Надежда Гусевникова предлагает создавать группы ВКонтакте, да, когда учащий сами их создает, почему бы нет. И давайте посмотрим на примеры. А, самостоятельное составление квиза. Тоже интересный вариант, да, когда сами они готовят контрольную работу. Почему бы нет, потом можно, собственно говоря, выполнить ее, передав соседу или другому ученику такой квиз. Есть такое задание. Поиграйте в игру вдвоем. Один из вас должен указать место, а другой угадать, что находится на этом месте. И дается образец, поскольку второй класс – это самая простая лексика. Допустим, Сережа говорит, и не флэт. Оля отвечает, и бэт. Да, что находится вот в комнате. Она ответила, что кровать. Играя форма, по сути, на создание диалога, но, с другой стороны, поскольку есть творческий подход, тут развиваются и активизируются творческие способности. Как я говорил, песни и стихи являются одним из толпов при построении курса happyenglish.ru. Идет, например, такое задание. Песеней очень много, о них и отдельные вебинары были. Давайте посмотрим, что это говорит Мартин. И повтори за ним. Песня Happy New. То есть, вот песня прогнева, которую можно послушать, прочитать, затем повторить, очень хорошо тоже развивает, поскольку нужно ее, видимо, как-то еще и пропеть. Навыки активизируют творческие способности. Мои ребята с Лорисом снимают, разручат, например, свой режим дня. Вот почему бы нет, пожалуйста, создания фильма на основу темы режим дня, тайм-тейбл. Почему бы нет? Вот пишет. Дети выучивают песню моментально. Тоже отлично. Потом можно еще несколько раз попробовать спеть. Итак, еще один пример с happyenglish.ru. Задание о домашней работе. Нарисуй несколько наполнительных. В классе опиши их соседу по парте. Твой сосед должен будет нарисовать их по твоему описанию. То есть, конечно же, в первую очередь это задание направлено на налог. Но с другой стороны, нужно нарисовать, рассказать. Сосед будет слушать аудиторию вниз. И после этого еще и рисовать по описанию. То есть, очень много различных навыков и творческих способностей в данном задании хорошо развиваются. Так, вот спрашивают. Согласитесь ли вы, что развивать творческие способности только на уроке невозможно? Так. Да, только на уроке развивать их невозможно. И поэтому, да, там они тоже очень хорошо развиваются. Так. Итак, да, это по теме части тела был пример. Давайте посмотрим дальше. В happynews.ru для пятого класса есть тоже очень интересный пример. В теме how much sugar do we need? Самое первое задание. Ask and answer questions about the ingredients in your pizzas. Да, то есть, какие ингредиенты составят именно вашу пиццу. То есть, нужно такое вот составить свое меню, свой рецепт. Пиццу можно потом кто-то даже и приготовит. И вы просто посмотрите на тему того, какие там неожиданные ингредиенты появились. Интересный подход к диалогической речи. Вы, слышите, классики любят инфографику составлять. Пишите подробнее, что это такое. Вот, Лидия Литвинова пишет про пиццу, очень удачно в этом году было. То есть, как мы видим, коллеги это используют, используют во время уроков, и это все очень хорошо применяется. Еще один пример с happyenglish.ru для пятого класса. В домашней задании, работе на странице 76, задание A, можно встретить такое вот упражнение. Imagine yourself in 15 years' time. Write five things that you may do. Five things that you want to be able to do. Five things that you won't be able to do. Соответственно, выполнив эти три пункта. Письменное сочинение, какой-то рассказ. С другой стороны, поскольку нужно представить себя, так еще и через 15 лет, то это будет уже развитие творческих способностей, развитие воображения. Итак, в happyenglish.ru для девятого класса тоже нужно найти много интересных заданий. Мы с вами смотрим, соответственно, со второго по одиннадцатый класс, как же это все происходит. Мы с вами сейчас увидим, что развиваются творческие способности во всех возрастах. И в 12 задании на стороне 153 можно встретить вот такое упражнение. Work in groups, discuss with following. What do you think about success and report your conclusion to the class? Да, то есть, соответственно, мы можем с вами выполнить это будет работа на создание дискуссии. Да, обсуждение таких тем, как успех и знаменитость. Знаменитость, ты тоже уже пофантазировал, подумал о том, хотел ли бы ты быть знаменитым, может быть, ты не хочешь быть знаменитым. Ну а почему? Что включает в себя успех, всегда ли он связан с знаменитостью и так далее. Да, то есть, очень такое творческое и интересное задание. В happyenglish.ru для девятого класса можно встретить и такое задание. Такие задания присутствуют во всех книгах. Допустим, в happyenglish.ru в старшей школе, где задействованы сразу 15 учащихся, там нужно провести суд по теме. В данном случае будет 14 задания, ролевая игра, где A is the host, B is the guest from the world. In terms, ask each other questions and answer them. Extra information for the host is on page 48. Да, и дается пример. Нужно войти в какие-то роли, продумать все, разыграть, то есть, подойти достаточно творчески. Вот, например, Эстерина Романова пишет, у меня на урочке постоянно развиваются творческие способности. Детей 27 человек, один класс. Мы всю новую лексику зарисовываем, потом выходим на дару. Такие большие группы. Да, почему бы и нет. Используется у меня урочная деятельность очень так интересно. Раз учащимся нравится, то это очень-очень хорошо. Так, хорошо, давайте посмотрим дальше. Happy English.вы для 9 класса содержит еще... А, так, это я немножко назад пошел. Давайте посмотрим на учебник Angry Image для 2 класса. И вот на такие... на такое задание. Помогут же им дорисовать портреты его друзей. Назови их цвет. Да, то есть, сами учебники тоже включают в себя задания на рисование. Явно учащиеся перерисуют, дорисуют эти портреты. И цветами... А в Angry Image для 2 класса можно встретить вот такое задание. Помоги Тому раскрасить портреты артистов театра. Расскажи о них, используя модель. То есть, помочь докрасить, рассказать. То есть, соответственно, это будет монологическое высказывание, но в такой творческой форме. А в Angry Image вот пишут. Любимый учебник был я с самого начала. Конечно же. Очень хороший учебник, как и happyenglish.ru, так и enjoyenglish, так и минимум, минимум, имидж. Итак, enjoyenglish для 6 класса. Включает в себя вот такое, например, задание на странице 21. То есть, практически с самого начала года. Walk and pass. Make up a dialogue. Your classmate has just returned from a trip. Ask him or her. What wonder of nature was like? What impressed him, her most? If he or she has got any photos? If you use nice to see you, where have you been? That sounds great. Is it worth visiting? It sounds fantastic, I think, or I believe. И так далее. Да, то есть, создаются такие опоры, есть интересные задания, можно выполнить. С одной стороны, это будет идеологическая вещь, а с другой стороны, конечно же, это будет уже и творческое задание для активизации творческих способностей, поскольку тут надо и представить, и подумать, и придумать. Очень много творческой работы присутствует в таком задании. Вот такое задание. Задание 25 на странице 58. Describe the nature in your area. The pictures of Russian artists can help you. Use some lines with words from a pushkin's poem in English page 49. Да, то есть, можно использовать какие-то опоры, можно использовать картинки, а можно, в принципе, продумать и придумать, как выглядит твоя местность, и описать ее так. Так, чтобы, собственно говоря, появилась у всех картинка того, какая местность у вас в родном городе. То есть, описать ее так вот хорошо. И так, давайте посмотрим дальше. Так, сейчас, секунду. Инджею в восьмом классе. Давайте посмотрим на интересный пример. В самом первом юнити, в самых первых страниц, можно найти задание второе, где уже после лета будут очень хорошо активизироваться творческие способности. Work in past. Discuss why people talk about your world so often. And your own ideas. Да, поскольку тема погоды, она такая важная, ее нужно обсуждать, здесь предлагается обсудить, почему уже так часто мы говорим о погоде. Подумать, почему это люди делают, для чего они делают. Такое интересное творческое задание. Тем более, это дискуссия, там появятся разные точки зрения. Об этом все можно очень интересно поговорить и подумать. В одиннадцатом классе тоже нужно развивать творческие способности, как я уже говорил. Инджею English для одиннадцатого класса присутствуют такие задания, например, на странице 41. Work in groups of three or four. Discuss safety issues. Take notes. Think about what makes you feel safe. What you can do to make life safer. Consider the following aspects. The environment, the food, everyday habits, lifestyles. The people around you, behavior at home, outdoors, in public places. Да, то есть нужно... ...пройти к какому-то результату после накидывания этих творческих идей. А затем выполнить вторую часть задания. Summarize the results of your discussion and present them to the rest of the group. Да, то есть, соответственно, вот вам и вывод сразу же после этого. То есть, после творческой работы нужно еще и дать выход на весь класс, то есть показать, что же получилось. Так, Наталья Евгения пишет. Восьмой класс был балет и прекрасное название по развитию креативных способностей. Полно таковых и на выбор, согласно способностям учащихся. Конечно же, забрали. Конечно же, забрали. Мы, минимум, минимум. Иначе с пятого класса. Пример, упражненные добавляем страницы 56. Собственно говоря, тоже такое интересное задание на диалогическую речь, но опять-таки направлено на такое творческое выполнение, на творческое задание. Ну что ж, посмотрим дальше. То есть, соответственно, и в домашнем задании нужно даже в шестом классе нарисовать такую рождественскую открытку. Поэтому учителя в вебинаре очень хорошо анализовались об этом задании, говорили, что рисовать им эти открытки очень нравится. Итак, для шестого класса можно встретить еще вот такое очень интересное задание. Биодетектив в уроке восьмом, то есть уже сразу удается такой творческий настрой. И в первом задании можно встретить... 4-5, prepare to present a mystery story. In the beginnings of the mysterious you wrote in lesson 3, да, то есть, да, это мы писали с учащимися мистические такие истории. Choose one to develop and present in class, you may choose a mystery on this page if you prefer, да, то есть, если мы писали, то, соответственно, можно использовать ту мистическую историю, которую нужно рассказать на странице учебника. Поскольку тут нужно провести целое расследование, войти в роль, подумать над этим, то это, конечно же, будет творческое задание. Вот, Игорь Петрович пишет, это самая интересная творческая тема, я не веду рождественную. Так, давайте посмотрим, если кому-то сложно прописывать в универсальные учебные действия, то нужно посмотреть в вебинар «Развитие универсальных учебных действий при помощи критического мышления». И там очень много таких подсказок есть, и намного проще после этого работать. Prepare to present your story and your element, да, то есть, есть тот, кто презентует эту историю, есть тот, кто под следствием, да, соответственно, есть детектив, какие-то шаги, все прописано, можно и с этим работать. Игорь Петрович, я вам советую их включать в свои уроки. Поскольку они имеют в себе очень-очень много целей и задач, которые очень хорошо там выполняются. И лексические, и грамматические, и навыки говорения, иудированные тоже посредственно творческих заданий очень хорошо развиваются. И даже если вы затратите на них чуть больше времени, чем на какое-то обычное задание, то, возможно, и так чаще всего бывает, эффект от них будет намного выше, чем от стандартных заданий, которые мы также должны. Продолжаем мы с Алексеем Васильевичем необходимости креативных заданий. Хочу сказать, что учебники титула как раз этим характерны, что подтверждается как примерами в презентации, так и замечаниями в чате. У нас пока проблемы со сбором этих учебников нет. Итак, давайте пока посмотрим, например, минимум и меньше из восьмого класса. В третьем задании на странице 72 можно встретить вот такое упражнение. Prepare to tell a short final story. Да, то есть уже будет сразу готовиться веселая история. Follow the steps. In groups, look at the picture and decide what the story is about. Use the ideas in the box. You note in exercise 2b. Think of the last sentences. Да, то есть, соответственно, нужно создать такую веселую историю, подойти, соответственно, к этому творчеству, творчески выговорить учащимся, что это будет обязательно должна быть веселая история, что у вас будет возможность ее рассказать в вашей группе. И, соответственно, посмотрим, если весь класс, всему классу понравится, кто-то улыбается, кто-то смеется, то, значит, история начала своего слушателя и хорошую оценку в журнале. Дневник и муж для девятого класса. А что в таком случае делать слабым ученикам? Ну, если мы говорим про предыдущие задания, то поскольку здесь идет работа в группе, то для них обязательно найдется какая-то часть работы, которая... ...отворческие задания предполагают работу руками, то есть какие-то вырезания поделок, какие-то рисунки даже в средней и старшей школе, поэтому они также могут в этом поучаствовать. Да, им получится кроссворд или кластер, поставить кластер, почему бы или нет. Да, они тоже это могут сделать. Потихоньку, полегонку, просто на каком-то более легком уровне их выводить на достаточно серьезный уровень, чтобы они могли выполнить эти задания на уроке. Как можно оценить творческие задания? Ну, как мы с вами видим, поскольку они включены в учебник и имеют в себе в основе, конечно же, задания на какой-то вид творческого деятельности, то оценивать, конечно же, не нужно. Так, в минимуме, и не лишь для девятого класса можно найти и вот такое задание на странице 107. И сейчас я хочу, чтобы вы немножко отвлеклись от чата, послушаем ее и попробовали, сидя дома, повторить те действия, которые требуются в данном задании. Итак, давайте начнем. Sit comfortably in your chair. Close your eyes and relax. Imagine in 10 years' time yourself silently answer the questions the teacher will ask you. Open your eyes. Да, то есть перед этим задает учитель какие-то вопросы. После этого, open your eyes. Now you are back in class. Talk to a person sitting next to you and say what you have seen. Да, если... Да, если... Да, если... Да, если... Очень интересно. Можно позвать интересный вопрос со стороны учителя. Можно посредством этого помочь представить ученику, что же будет с ним через 10 лет. Да, задуматься о будущей жизни. Да, и после этого он уже может рассказать свой рассказ. Это будет монологическое высказывание. Мы с вами не затронули, но, как вы написали в начале, проекты, конечно же, являются творческими заданиями. Давайте посмотрим. В миле можно встретить вот такой проект. И вообще там очень много проектной деятельности. Вот это... И нас интересует задание третье, где нужно прочитать и сделать. В данном случае нужно сделать чат-обокс. На вот такую коробочку смастерить. Это будет интересным таким творческим заданием. Нимилем имидж для девятого класса. Так, это... А, нет. Пример проект из нимилем имидж для пятого класса. Давайте посмотрим. We'd like to know. Тоже интересный проект. Что же там нужно сделать. И это же группа Write and Asa. Follow these steps. Decide what you are going to write about. Think about the beginning and the end of the letter. Decide what materials you are going to use. Do your part of the project. And put it all together. То есть, во-первых, дается и план работы в малой группе. И это творческое задание, которое можно очень интересно выполнить. Давайте посмотрим на еще один пример из happyenglish.ru для седьмого класса. Это проект. Мы его с вами рассматривали и как подготовку к игроговорению. My summer adventure. Что там требуется? Make a post about your summer adventure. Use the material for... Or you can make it up. Use photographs or draw the pictures. Don't forget to write what you are doing in the pictures. Use the plan. Place whether at the time or the year. И так далее. Дальше дитсторо задание. Give your poster a name. For example, my summer adventure. My winter catastrophe. Present your posters to the class. Discuss your presentation. Put your poster on the wall. Вот пишут. У летних каникулов дети делают проекты на ура. Такой проект будет как хорошая подготовка к говорению в ЕГЭ, которая нас учтение волнит, так и очень хорошо развивать творческие навыки, умение презентовать себя, умение подобрать материал, описывать... Вот он. Еще один пример проекта из Энджоин Гильджа 5-го класса. Это пример проекта из рабочей тетради, как мы знаем с вами, в Энджоин Гильдж. Каждый июня заканчивается проектной деятельностью. Проекты также встречаются и в ходе уроков. И вот еще один пример из рабочей тетради. Что здесь нужно? И дальше даются шаги, что же можно дополнить в школьном сайте, и как это все можно интересно выполнить. Давайте посмотрим и поговорим с вами о том, что... для наших школьников, конечно же, можно развивать творческие способности. и, например, пособие Business English for Young Adults. Это пособие для электрических курсов, знакомое вам как Business English for School, электронное пособие. Имеет вот такое, например, задание. Задание на говорение. Work in small groups and follow the instructions carefully. You are going to create your own e-commerce company. Work in groups of 3 to 5 and discuss these questions. Don't forget to make careful notes of your discussion. И даются вопросы, как оплова. Нужно применить такую, собственно говоря, свою компанию. Почему компанией, занимающейся интернет-продажами, задание, которое можно очень интересно выполнить. И потом, как написано в задании, present your company to other groups, то есть презентовать ее классу. Можно это выполнить, это будет хорошим творческим заданием для старшей школьной, либо уже при работе со взрослым поданием пособия. Business English for Young Adults. В электронном пособии можно встретить еще ряд заданий. Например, вот такое. Choose a product from the list, plan and advertising, campaign and present it. Explain and supporting your ideas. Например, что дается на выборы. Any dictionary, a teenager's magazine, a new model pen, old-fashioned trainers, your own ideas. То есть нужно выбрать, если какие-то творческие способности еще не развитые. придумать какой-то свой продукт и, собственно говоря, поработать с данным заданием для развития творческих способностей. Вот пишут, хорошее пособие использовала в старших классах. Вы сейчас можете опять это использовать. Это Business English for Young Adults. очень интересно в работе для элективных курсов. Электронный учебник. Легко заказать. Через 5 минут он уже будет у вас. Вот пишут. И я для электива тоже использовал с Славом Владимировым. Можно использовать и сейчас, поскольку сделаю английский. И так, вот пишут. Разрабатываю рекламу, учитывая еще и целевую аудиторию. Очень весело было, да? Это такие интересные задания, творческие, поэтому они жизненно не очень реалистичные, поэтому их интересно выполнять. А цена учебника 138 рублей можно взять у нас в интернет-магазине EnglishTitchers.ru Вот. Оксана пишет. Нам приобрела Business English. Очень нравится. Авторы очень рады, что их новая переработка вам понравилась. Так. Я тоже по нему работаю. Очень нравился учебник. Я думаю, что после переработки ряда текстов, после такого освежения информации, он будет еще более интересен для вас. в 11 классе, либо в 10-м, на все 70 часов, если у вас 2 часа в неделю, на это отводится, на элективные курсы. Вот пишут так. Так. Итак. Прежде чем мы перейдем к заключению, хотелось бы вам показать пару видеороликов. Первый видеоролик будет из обучающих компьютерных программ. Мы с вами очень много видели таких примеров. В данном случае это будет примерная работа со Spider-Gram. На самом деле заданий творческих там очень много. Вот Эктивина Романя пишет. Можно брать для профиля. Конечно, можно. Об этом мы говорили на вебинаре про элективные курсы. Что можно брать? Это у нас вебинар в конце этого месяца, который будет еще раз говорить про бизнес-инверс. Я приглашаю вас послушать. Итак, да, старшеклассники в восторге особенно высокомотивированы. Поэтому, конечно же, имеет смысл брать такой материал, чем тратить много своего времени придумать весь курс делового английского самостоятельно. Итак, давайте посмотрим на пример из ОКП для 10-го класса. Как тут реализовывается, например, спайл-эгра. Итак, у нас есть две спайл-эгра. слова и словосочетания в спайл-эгра. также можно попросить еще и мотивировать, почему был сделан такой выбор. И поскольку компьютерная программа имеет в себе функцию проверки, то и проверить, что получилось. Слов больше, поэтому могут быть различные варианты. Можно объяснить, почему выбрали в первую очередь это почему что-то меня выбрали, возможно там группа. Если все верно, то получаем ролик. поговорить, подумать, а почему было неверно, что было не так. Давайте посмотрим еще на один пример. Данный пример это победитель золотой уроки России английский за 2014 год. Это открытый урок начальной школе учителя очень интересный урок. Что вам показывают? показывают, как это не как можно организовать сотрудничество на уроке, и достаточно психологически приятную располагающую атмосферу. Давайте посмотрим. отрываем. Откройте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, это третий класс, группа большая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, если нет доски, то можно использовать проект... Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ну что ж, давайте посмотрим на итоги... Итак, давайте подведем итоги, а потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы... Что можно подвести в заключение? Активизируем творческие способности... ДимаTorzok Да, учащие компьютерные программы и дополнительные учебные пособия Творческие способности можно развивать на всех этапах обучения, поскольку кто-то не досмотрел, если что, можно будет посмотреть у нас на форуме, он выложен. К сожалению, время не идет, а я вроде время оставил, чтобы его увидеть. Так, хорошо, давайте я еще раз поставлю, когда будут вопросы. Творческие способности возможно... ...взрослых, об этом очень много пишет Владислав Петрович Мирут в теме English for adults в ходе работы со своими учениками. Можно их развивать из бизнеса English for young adults. В общем, при наличии хорошего пособия их можно развивать и у взрослых. Развитие творческих способностей способствует достижению планируемых результатов ГУС, поэтому их тоже можно развивать. И, собственно говоря, как мы с вами посмотрели, их можно развивать и в больших группах, и в группах более компактных, скажем так. Так, как вы относитесь к веб-квестам? Достаточно это творческое задание, при условии, что создает его сам ученик. Конечно, творческое, если он его создает. Все, что создает ученик, уже является творчеством. Как мы могли заметить, даже в заданиях таких коротких, в которых идут конец во время урока, мы эти творческие способности развиваем и активизируем. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Сейчас мы выложим ссылку на сертификат, который уже можно будет скачать. Сейчас появится справа инструкция, как получить сертификат. Вам большое спасибо за внимание. Сейчас, когда все разберутся с сертификатом, мы еще раз поставим видеофрагмент урока. Я думаю, что он тогда точно будет вам виден. Спасибо большое за высокую оценку. Ну что ж, давайте я включу еще раз видеофрагмент. Я думаю, что сейчас он у всех появится. Посмотрите, как получить сертификат. Это вы увидели. Хорошо. Вам тоже огромное спасибо. Оставляю вам видеофрагмент, если он у вас не был виден. На этом спасибо. Всего доброго. До новых встреч.